Опять метель! И судя по тому, что говорят синомтики, жителям Алтайского края в эту зиму еще предстоит неоднократно встретиться с такой же или еще и пострашнее погодой. И дай бог, конечно, но вдруг вы застряли на трассе, помощи ждает неоткуда. Какой джентльменский набор должен быть в машине у каждого автомобилиста? Чтобы, да просто чтобы выжить, нам расскажет сегодня человек, который с вопросами выживания очень хорошо знаком. Президент Федерации краевой рыболовного спорта Сергей Казанцев. Здравствуйте! Сергей Казанцев – рыбак с многолетним стажем. Бывало, и его заставала врасплох непогода. С опытом сложился круг предметов первой необходимости, которые, в том числе, помогут дождаться помощи или улучшения погоды. Их немного, все они уместились буквально на капоте. Современная теплая обувь из ЭО, вот именно этим сапогам, им не с 13-го года у меня. Им ничего не делается, при этом они очень теплые, они имеют очень хороший теплый вкладыш. «Обязательно лопата, в любую дорогу зимой вы собрались, обязательно должна быть лопата, лучше телескопическая. Вот мне она больше нравится, как раз потому, что ей удобно залезть под машину, и обязательно, чтобы сам грибок был металлический, не пластиковый». И обязательно термос с горячим питьем, и горелка с котелком, а в идеале специальный комплект, каких в продаже множество видов, на случай, если силы иссякнут, сухой паек. «Лучше брать вот такие упаковки, потому что они очень тонкие, нагреваются моментально. Вам хватит развести минимальный костер, либо сухое горючее, либо газовую горелку». Газ обязательно брать зимний, а еще на случай, если пьезоподжиг не сработает, самые простые спички. «Всегда должны быть спички, не зажигалка, зажигалка не работает на морозе». При этом нужно использовать любой заслон, либо сделать его самим, пусть даже в сугробе. Зимой для получения горячего питья можно использовать то, чего кругом в избытке – снег. Главное – воду прокипятить. А пока готовится чай, можно позаботиться о тепле. На помощь приходит наука. Сейчас легко найти компактные самонагревающиеся грелки. Они дают температуру до 40-60 градусов Цельсия. «Это солевая грелка. То есть в чем ее достоинство? Вот видите, тут такой маленький пенечек есть. Чтобы вот эта грелка пришла в действие, вы его таким вот образом пошевелили, и у вас начинается реакция сразу же. То есть грелка начинает моментально отдавать тепло». Соблюдая эти нехитрые, но важные правила, можно дождаться помощи. Но лучше, уверяет Казанцев, а вместе с ним и спасатели вовсе без крайней необходимости в такую погоду не выезжать за пределы города. Потому что помощь может прийти, но слишком поздно. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.